Здравствуйте наши уважаемые любители бани! У нас сегодня очередной печной обзор и мы продолжаем серию наших печных обзоров посвященной продукции компании САВА. У нас сегодня на обзоре сразу две печи это две сестры, обе называются Мини у обоих идет индекс МН36НБ читаю, запомните потому что невозможно, а ссортимент достаточно большой. Выполнены они в двух факторах, это обычная сталь и вот такое интересное фибропокрытие. Скорее всего это керамика, мы сегодня с ней проведем тест, я ее пожгу и покажу как она выглядит вблизи потому что вещь действительно прикольная и уникальная. Поехали на обзор Ну что ж друзья давайте разберем как устроена эта электрокаменка здесь так же как и на предыдущей модели Томонуса защитная такая вот пластинка которая защищает контактную группу от попадания воды внутрь она выполнена под углом чтобы вода стекала по ней и отводилась уже да чтобы она уже отводилась наружу сталь здесь использована ноль пятка она вот видите такая интересная по структуре кристаллическая тоже магнитится ну здесь вся сталь магнитится крепление к стене выполнено тоже на четырех точках это саморезы которые закручиваются в тело печи везде так же идет точечная сварка и давайте посмотрим на блок управления блок управления выполнен в пластмассовом жаростойком корпусе провода термостойкие на них прям нанесена температура рабочая вам не видно но я вам скажу 180 градусов провода это чистая медь вот нужно посмотреть вот здесь вот то что это медь если я что-то достану вам не будет видно потому что контактные контакты везде залужены ну здесь так же идет шина медная все показано настроено соответственно закреплено закреплено на совесть нигде ничего не болтается вот этот датчик я открутил чтобы посмотреть что это такое так же пластмасса производитель феникс больше никаких опознавательных данных на нем нету так и на задней части идет подвод провода вот по этой шине внутрь и соответственно блок вот здесь вот управление вернее подключение тэнов подключается отключается достаточно просто на камеру тяжело это показать значит что касается регуляторов смотрите какая интересная штука вот здесь есть светодиод и сама крышка как вы видите она прозрачная она темного цвета но показывает в какой части сейчас управлялки находится положение датчика это датчик времени датчик температуры выполнен точно так же то есть здесь можно отследить как точно выполнено все так блок управления я вам показал как устроен все достаточно кондово выполнено нормальненько вот пластмасса термостойкая на крышке вот этого блока который одевается сверху показан схема монтажа к сожалению на пластмассе нигде не указана ее рабочая температура вот но давайте-ка мы втихаря от всех попробуем ее пожечь не ждется если у пламени 800-900 градусов я не расплавляю это дело да пластик крепкий то есть это термостойкий пластик на самом деле вот значит нижняя часть еще раз выполнена вот так давайте заглянем теперь сверху и по бокам я закрепил сейчас таймер на два болта чтобы он не болтался и вы видите вот здесь как раз вот светодиод о котором я говорил соответственно одеваем сюда крышечку хоп и все легко поворачивается крутится это соответственно верхняя часть ну и боковушка закрывается у нас вот так вот и сюда также устанавливается уже реле температуры блок управления одеваем обратно крышку вот он у нас стал крепление на саморезах сбоку сверху одевается крышка легко снимается легко одевается опа заглядываем внутрь каменки каменка совсем небольшая здесь поместится максимум килограмм десять камней она тоже видите достаточно узкая то есть большие камни сюда не влезут здесь сверху идет декоративная полоса она тоже магнитится опа соответственно тоже ферритная сталь внутри вы видите группу подключения электрокаменки и я вот такой вот стальной полосой которая одевается в отверстие закрываю место возможного попадания воды соответственно теперь в контактной группе не страшно если вода будет проливаться насквозь каменка проливается насквозь вот вы можете посмотреть у меня руки проходят сквозь нее здесь идут пластины две штуки которые защищают вдобавок по всему дополнительно нижнюю пластмассовую деталь по которой вводится силовой кабель вот такая небольшая совсем каменка ну что ж давайте посмотрим сначала на стальную мини лицевая часть естественно блестит пластмасса не горючая как я уже показывал значок SAO Finland предостережение ну и естественно свойственная всем хорошим печам инструкция с противопожарными размерами допусками название модели какое количество киловатт она потребляет ну и собственно говоря это вся необходимая информация ну и если обычную сталь рассматривать не очень интересно да потому что все наверное уже поняли как это все работает то конечно же каменка которая называется точно так же но имеет фибропокрытие она гораздо красивее это серия Dragonfire огонь дракона видите как она прям ух просто супер она тоже не горит давайте мы все таки втихаря проведем один следственный эксперимент пока никто не видит ну что ж давайте затестим вот это вот покрытие фибропокрытие скорее всего это какое-то керамическое волокно насколько я знаю оно не выдерживает температур свыше там 800 градусов поэтому если я поднесу пламя зажигалки то естественно оно скорее всего оплавится рисковать не будем я что сделаю я нагрею кончик отвертки достаточно мощно нагрею и проведу по невидимой части сотру сажу покрытие реально как новое то есть у меня а вы видите сажа сажу я здесь оттер мне покрытие ничего не сделалось то есть покрытие реально держит высокие температуры ну так как здесь максимум наверное что может быть на кожухе 200 градусов то и для этого керамопокрытие это судя по всему все таки какая-то керамика абсолютно не страшно вы видите какой прикольный дизайн красное керамическое покрытие здесь идут прожилки нержавейки которые за ней как я говорил не горит но подобавок к всему кому не нравится красный цвет есть точно такой же только черный цвет значит что здесь интересно в отличие от моделей которые не имеют фибра покрытия давайте обратно верну опа во первых это конвекционное отверстие видите здесь они в другом форм-факторе выполнены и вдобавок ко всему они неимоверно толстые то есть здесь реально где-то наверное как минимум двушка и если вся печь выполнена на точечной сварке то здесь я не знаю видно вам или нет то здесь идет прям видно что аргоном подварено вот такой вот интересный момент ага тут еще знаете что выпало то есть вот это покрытие оно напыляемое я не знаю видно вам или нет но вот эти вот элементы они тоже запылены то есть вот это покрытие выполнено по трафарету вот видите то есть сначала печку собрали одели трафарет и запылили керамикой но это судя по всему все-таки керамика дизайн реально прикольный верхняя крышка смотрится более богат чем у стальной сестры отличие в металле видите здесь блестящая нержавей сталь ферритная ну условно можно сказать нержавейкая здесь она такая в кристаллической форме марку стали сказать не могу не знаю спектрометра у меня с обоим нету а так это две сестры два брата можно сказать абсолютно одинаковые но конечно же если выбирать по дизайну то драгон файер выигрывает ну с солидным таким запасом в отличие кстати от обычной стальной печи здесь опа у нас идут датчик регулятор датчика полностью прозрачный также здесь есть у нас светодиод и здесь он тоже прозрачный вот вы можете сравнить две эти печи между собой но по сути дела это одна и та же модель мини отличие это только в покрытии и в стали которая здесь используется так это у нас как бы все сравниваем лицевые части внизу они одинаковые сверху тоже здесь обычная сталь термостойкий пластик регуляторы ничего особенного обычная стальная скажем так добротная печушка что у нас здесь здесь у нас смотрите какой яркий красный цвет фибропокрытие керамическое скорее всего давайте взглянем на него поближе ну что ж друзья давайте перейдем к плюсам и к минусам этих печей ну во первых эта печь рассчитана обе печи рассчитаны на достаточно маленький объем саунового помещения от 3 до 6 кубических метров это тоже одно такое наверное свойственное финном кабинке сауны где можно посидеть погреться перед работой или после работы перед сном два тена по 1.8 киловатт в каждой из них легко заменяемые как работают как долго сказать не могу пока что не тестировали поэтому не буду вас обманывать что еще можно сказать ну по дизайну я уже прошелся здесь по фибре и по стали что нужно отметить это то что компания сауна сделала наверное таки акцент на таких вот печах серии драгонфайр и если мы вот эту сейчас отложим в стороночку и рассмотрим вот эту печь попристальный то компания выпустила специально для серии таких печей во первых вот такой вот термометр он под стать самой печи выполнен здесь сталь и сосна или даже кедр это у нас термометр тоже написано драгонфайр здесь вот такая вот штучка в виде наверное головы дракона и что самое прикольное еще и черпак в таком же стиле здесь такая же рисунок повторяет рисунок печи ковшик красного цвета ковшик как вы видите просто стоит на поверхности он не круглой формы так ну аксессуары аксессуарами давайте вернемся к печам ну что могу сказать если у вас готовая кабина салона в квартире совсем совсем небольшого объема то в принципе вот модель мини встали или модель мини фибри кстати эта модель называется у нас МН36НБ поставить можно естественно конвекционные потоки здесь неуправляемые то есть от них вы никуда не денетесь 10 килограмм камней тены достаточно плотно здесь установлены соответственно каменка будет прогреваться не знаю до каких температур но по заверениям производителя они нагревают камни где-то примерно до 350-370 градусов что в принципе достаточно для пара что немаловажно заметить это то что в инструкции по эксплуатации целая страница уделена правильной вентиляции в сауне сейчас я ее перечитывать не буду вот сейчас нашелся ролик посвященный вентиляции в бане так вот здесь здесь примерно все то же самое что очень скажем так удивительно за небольшими такими исключениями но тем не менее что нужно сказать дизайн красивый сверху сталь красивая кстати а магнитится ли она у нас да магнитится спасибо большое что посмотрели этот обзор оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки спасибо большое и с легким паром